Теперь переходим к другой актуальной повестке международных отношений. Мы давно уже перестали удивляться решениям, которые принимаются украинскими властями в отношении жителей Крыма. Бьют по ним. В реальности получается, что направлено на нанесение экономического ущерба самой Украине. Так, транспортная блокада Крыма со стороны Украины фактически привела к полному разрыву существовавших экономических связей, сокращению гуманитарных контактов. Предприниматели полуострова естественным образом стали ориентироваться на взаимодействие с бизнес-сообществом других субъектов Российской Федерации. С введением в эксплуатацию автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив, строительство которого ведется ускоренными темпами, такие связи только усиливаются, и они будут крепнуть в будущем. В родовольственная блокада, введенная Киевом и призванная создать дефицит продуктов питания на полуострове, обернулась потерей крымского рынка для украинских производителей и, собственно говоря, что логично, заполнением российскими товарами. В свою очередь, энергетическая блокада, которая была организована при молчаливом согласии украинского руководства, запрещенном в России экстремистскими организациями правый сектор и так называемый миджилиз крымско-татарского народа, путем прямых террористических актов, подрыв опор ЛЭП, привела к ускоренному запуску энергомоста между Крымом и Кубанью и обретению полуостровом энергетической независимости от Украины. Я хочу напомнить, что то, что были парализованы энергетические ресурсы, квалифицировалось российской стороной как терроризм не просто по собственному убеждению, по собственному анализу или по собственному мнению. Я хочу сказать тем, кто этого не знает, основополагающие международно-правовые документы, которые подписывали и под которыми ставят подписи европейские государства, в частности государства Евросоюза, говорят о том, что нанесение сознательного вреда гражданской инфраструктуре квалифицируется как акт терроризма. Международной реакции с осуждением, хотя бы минимальным осуждением, конечно, мы не видели. В результате своих же действий Киев лишил себя возможности закупать электроэнергию в Российской Федерации по ценам производителя. На днях власти Украины заявили о вводе в строй дамбы, перекрывающей подачу Днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвано якобы выполнить важную геополитическую миссию. Бессмысленность с такого шага очевидна, поскольку вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников. Глядя на действия украинских властей, просто невозможно задаться вопросом. Кому, собственно, вы пытаетесь нанести больший урон? Жителям Крыма? Вы же считаете их своими гражданами. Вы же так радовались, когда интернет-ресурсы обозначили якобы Крым как территорию Украины. Вы своих гнобите, получается, простите мне это слово. Вы своих мучаете? Вы своим воду не даете? К своим так не относятся? Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а что уж говорить, мы все знаем кто, пытаются просто наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году. Поражает и другое, поражает степень цинизма и лицемерия. Но эти действия подтверждают только одно. Выбор был сделан правильно. Субтитры создавал DimaTorzok